Новогодняя сказка для детей с ограниченными возможностями здоровья прошла по традиции в 17-й школе в преддверии Рождества Христова. Хороводы, песни, танцы, игры и конкурсы ожидали ребят в этот день. Чем еще запомнился новогодний праздник для юных славянцев, расскажут мои коллеги. К сожалению, для многих детей с ограниченными возможностями здоровья попасть на новогоднюю елку непросто. Порой это большое испытание. Из-за проблем со здоровьем не каждый может водить хоровод, танцевать около зимней красавицы. Несмотря на это, дети все же очень талантливые, поют, рассказывают стихотворения. Они также радуются настоящим детским праздникам. Стало уже доброй традицией в преддверии праздника Великого Рождества Христова в 17-й школе проводить мероприятие для деток с ограниченными возможностями в здоровье. Такой новогодний праздник, на котором эти детки вместе со своими родителями, с братьями, с сестрами встречают Новый год. И вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой радуются всем тем хорошим денькам, которые сегодня у нас удались. И встречают Новый год. Ребят пришли поздравить Дед Мороз, Снегурочка и герои любимых сказок. Они загадывали загадки, устраивали конкурсы, дети рассказывали стихи, пели песни, играли в разные игры. Помимо ярких впечатлений, юные славянцы получили еще и сладкие подарки. В завершении праздника ребят поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Я хотел бы сегодня вас от имени главы муниципального образования Славянского района Григорий Литовко. Поздравить вас с Новым годом, наступающим родителям, праздникам, пожелать вам здоровья, счастья, успехов. Все вы оставите эти желания Нового года. Около 50 юных славянцев смогли словно попасть в сказку и стать не только свидетелями, но и участниками волшебства. Для всех ребят, без сомнения, этот день стал настоящим праздником. Надежда Калинина, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».